О том, что на пресс-конференции будет сделан ряд громких заявлений, журналисты даже не догадывались. Большинство из пришедших на жаркую дискуссию вряд ли рассчитывали. Максимум на сухие цифры статистики. Уже первое заявление областного Акима заставило оторвать взгляд корреспондентов от блокнотов. Речь шла о нашей с вами безопасности. Как оказалось, спать, по крайней мере, те, кто не воруют, могут спокойно. Иногда некоторые, когда говорят, что вот у нас на юге количество правонарушений большое, просто это мы берем, это количество правонарушений, это только за счет количества, то есть населения, огромное население, почти 3 миллиона населения. На самом деле, самое меньшее количество преступлений по, значит, республике все-таки у нас. У нас рассчитается одним из безопасных регионов в стране. В области, по примеру, Сарагашского района будут создаваться общественные добровольные дружины. Кроме того, мы сегодня уже распространяем опыт Сарагашского района, которые создали дружину, значит, общественную дружину Сарбас. Решением, моим решением было выделено, значит, 45 миллионов тенге для экипировки, для создания, значит, условий, именно создания общественных дружин во всех районах области, и в первую очередь в городе Шымкен. Кроме того, Аким области подчеркнул, что сейчас в области разрабатывается карта преступности, которая является передовым и современным методом раскрытия преступных деяний. Следующее громкое заявление касалось бюрократов. Мы сегодня просто объявляем войну бюрократии. Справедливость ради стоит отметить, что каким образом будет вестись эта война, Бейбуд Байкирович рассказывать не стал, но подчеркнул, что будет в результате. Максимальная, значит, поддержка инвесторов, и, конечно, инвесторы это чувствуют, но в первую очередь мы хотели бы видеть наших инвесторов, именно местных инвесторов. Глава Южного региона заявил, что в области создаются равные условия, как для иностранных, так и для отечественных инвесторов. Было привлечено инвестиции на 2 миллиарда долларов США. А вот сейчас можно сказать, просто я привел пример про Рахат-Лотте, но за последние несколько месяцев уже созданы новые производства, и буквально, наверное, мы через несколько месяцев узнаем о запуске завода уже в Казгурском районе, в индустриальной зоне. Идет очень хороший приток иностранных инвесторов в последнее время. Заявление номер три коснулось фармацевтической отрасли. Мы надеемся, что Южный Казахстан станет одним из точек роста фармацевтической отрасли нашей республики. Логистические центры, индустриальные зоны и строительство дорог в Южно-Казахстанской области. Судя по цифрам отчета, здесь создаются условия как для привлечения предпринимателей, так и для нормальной жизни всех южноказахстанцев. Уже начали мы это делать, то есть производить продукцию. Появились предприятия, то есть появились рабочие места. Сразу у нас появляется потребность специалистов. Мы уже колледжам даем, значит, как бы сказать, заявку на вот эти вот рабочие места. Общение с главой региона вышло за рамки времени, отведенного на пресс-конференцию. Стоит отметить, что возможности настолько открытого общения с Бейбутом Атамкуловым у местных журналистов не было уже давно. Впрочем, судя по реакции, глава региона и сам был не прочь пообщаться с прессой. Так может, воплощение идеи открытого Акимата стоит начать с того, чтобы дать журналистам возможность задавать свои, а не заявленные протоколом вопросы.